На очередном заседании правительства во главе угла бюджет Ульяновской области. Но прежде чем приступить к обсуждению, слово взял губернатор Сергей Морозов. Находясь в Москве и общаясь с коллегами по видеосвязи, глава региона дал поручение выработать четкий план по исполнению всех пунктов указа режима повышенной готовности. Накануне в документ несли новые изменения. Жду с нетерпением, чтобы правительство региона до конца этой недели разработало конкретный пошаговый план действий по исполнению каждого пункта, который есть в этом указе. К концу недели мы посвящаемся вместе с Александром Александровичем и утвердим этот план наших действий до 10 января. Отдел коронавирусных перешли к бюджету. В конце октября главный финансовый документ на ближайшие годы в первом чтении одобрили депутаты ЗАГС Собрания. Доходная часть на данный момент составляет 64,5 миллиарда рублей, расходная чуть больше 71,2 миллиардов. Это на 3,2 миллиарда больше бюджета года текущего. Сегодня на заседании правительства мы утверждаем пакет государственных программ, которые обеспечат связь бюджета с национальными целями, со стратегией развития Ульяновской области до 2030 года. Хочу сказать о том, что пакет программ составляет по-прежнему 21 программу. Львиная доля денег пойдет на реализацию государственной программы по здравоохранению. В 2021 году на развитие отрасли зарезервировали рекордную сумму в 12 миллиардов 198 миллионов рублей. Это только деньги областной казны. Чуть больше миллиарда рублей из этих средств предназначены на лекарственное обеспечение льготной категории граждан. Кроме того, 170 миллионов рублей заложено на развитие Ульяновской госаптеки. Мы продолжаем, и вчера мы провели специальное совещание на эту тему, развивать государственную аптеку. И будем открывать в том числе аптеки в городе Димитровграде, чтобы снять напряжение с лекарственными средствами. В начале ноября госаптека открылась в чердаклах. В течение месяца начнут выдавать лекарства льготным пациентам еще в двух аптечных пунктах Сурского и Сенгелеевского районов. Сегодня в сеть входит 29 аптек. 11 из них находятся в Ульяновске. На сегодняшний день удовлетворенность в лекарственном обеспечении полная. Есть незначительные, возможно, перебои в поставках респоросок. Но аукцион состоялся. В ближайшее время они поступят в регион. В апреле госаптека открылась на базе 4-й поликлиники Засвияжского района. В месяц здесь обслуживают около 8 тысяч льготных рецептов. В данном аптечном пункте мы обслуживаем федеральных, региональных льгот, также высокозатратные нозологии, препараты учетной группы, а также лекарства для профилактики сердечно-сосочистых заболеваний, которые находятся на наблюдении в диспансере. Феридя Абдуловна до сих пор не может нарадоваться новому аптечному пункту. Хоть и старый был недалеко от дома, но новый оказался еще ближе. Лекарства выдают быстро и без очередей. Да, часто прихожу. Я сегодня утром была у врача. Меня выписали. Прямо даже не стоял в очереди я. Сразу выписали. Прямо каких-то 10 минут. И сразу сюда пришла. Меня никогда не отказывают. Всегда есть. Повышение доступности медицинской фармацевтической помощи в Ульяновской области сегодня задача номер один. Ринат Алиулова, Даниил Сурков. Новости Улправды ТВ.